У нас сегодня будет следующая тема, это кадровый учет, как оформить отпуска больничные неяркие командировки в 1С-ЗУП. На релизе 3.1.24.310 с вами я, функциональный архитектор по 1С-ЗУПу рекламентированному учету, функциональный архитектор по казначейству в системах УК, ЕРП, ЕРПУХ, ведущий аналитик по бюджетированию управления холдингом и ЕРПУХ. Кременкова, Наталья. Кому может быть полезен вебинар? Еще раз повторю, что сотрудникам кадровой службы, да, вы это видели в анонсах, но все равно проговорю, расчетчикам заработной платы, заместителям главного бухгалтера, главным бухгалтерам, если это компании небольшие или для общего ознакомления, да, что у нас и как происходит в системах. Итак, переходим сразу в 1С-ку и пройдемся с вами по тем темам, которые будем сегодня рассматривать. Итак, где у нас, в принципе, включаются в системе документы отсутствий, они у нас частично включены, частично отсутствуют у нас в программе. Данные настройки у нас, как обычно, в разделе настройки, да, кадровый учет и расчет зарплаты. В кадровом учете, прошу прощения, настройки, в кадровом учете у нас есть, да, несколько видов по настройкам, но в основном это касаемо сейчас, да, там, воинского учета и так далее. То есть, опять же, там, отсутствие бронирования граждан и так далее. Именно более расширенные настройки по кадровым и тире расчетным документам, да, у нас находятся в расчете заработной платы. Чем отличаются 3.1.2.5? Тем, что у нас и расчетчик, и кадровик работают в одном и том же документе, да, то есть у сотрудников отдела кадров, они находятся в разделе кадры, да, то есть все документы, там, отпуска, командировки и так далее. У сотрудников расчетного отдела, да, или у бухгалтеров обычно находятся здесь, но это один и тот же документ, да, в котором мы вместе работаем, да, по очереди, и при этом проваливаемся в него, да, одинаково, то есть одна и та же ссылочка, да, на документ в системе, независимо от того, с какого раздела мы этот документ запускаем, с кадров или зарплатом. У нас включаются, да, наше отсутствие в расчете, настройка, да, еще раз расчет зарплаты, настройка состава начисления удержаний. И у нас здесь есть отдельные вкладочки, да, которые мы проходим при настройке системы. Я еще раз повторю, кто со мной уже был на вебинарах для вас, это будет очередное расповторение для тех, кто с нами впервые. Все настройки всегда включаются совместно и расчетчиком, и кадровиком. Почему? Все, что включено, потом нельзя просто взять и отключить. Теряется, может быть, потеряна часть документов. В том числе, если мы ввели воинский учет в системе, да, у нас галочка эта была нажата, мы его сняли, потеряются документы воинского учета, да, они перестанут быть активнее, и то, что у нас там было подано, да, оно пропадет из зоны видимости. Они не удалятся, они пропадут из зоны видимости. Но при этом, если мы, например, с вами ввели штатное расписание самым сложным способом, да, с историей изменения штатного расписания через определенные документы, да, необычным путем, вот по второму пути пошли, и в этом случае у нас откатятся изменения назад, причем откатятся рандомно. То есть и все наши кадровые перемещения именно по новым должностям через одну, наверное, у меня пропадали у клиентов, которые снимали галку. У кого-то полностью все откатилось, у кого-то как-то рандомный документ, у кого-то через один. Поэтому все настройки мы выставляем изначально. Если вы пришли в компанию, мы проверяем с вами эти настройки, то есть вы открываете, смотрите, да, что включено, что выключено, и уже по ходу действия вы можете что-то добавить, но убирать просто так, безболезненно для системы, никакую галку не советую. Всегда лучше здесь заручиться помощью консультанта, да, или программиста. И второй момент, всегда это нужно делать вдвоем, сотруднику и расчетного отдела, и сотруднику кадровой службы. Не кто-то один, да, но у меня такое тоже было, что один убирает галку, второй тут же так, потому что второй отдел не знал, что эта опция очень нужна, что документ используется. Так, еще раз, настройки, да, у нас настройки, расчет заработной платы, настройки состава начисления и удержания. У нас есть настройки по закладкам разделенные, почасовая оплата, отпуска, учет отсутствия и так далее. Нам нужна с вами настройка отпуска, и здесь выбираются дополнительные виды отпуска, которые у нас есть в системе. Например, если у нас предоставляется в компании учебный отпуск, отключается это именно здесь. Если есть дополнительные отпуска по радиации ЧС, это тоже здесь включается. Отпуска без оплаты аналогично, да, что у нас может быть отпуск за свой счет. И могут быть внутрисмены, это внутри, обычно на заводах, да, внутрисмены, что сотрудник там отсутствует, например, там пару часов. Также у нас есть учет отсутствия на работе. Всегда автоматически уже при сдаче вам системы готовы, всегда включены командировки. Это стандартная настройка, остальные, да, опции у нас выключены. Также у нас всегда включены прогулы и неявки. Если есть отгулы, то тоже можно включить, но вот эти две опции, они включены автоматически при сдаче системы, они сразу же доставляются. Один я специально это предусмотрела для удобства, да, чтобы максимально проще было из коробочного решения сразу начать работу. Дополнительные вкладки, такие как материальная помощь, прочие начисления, сделка и так далее, нам не нужны. Единственное, что может еще проверить, это удержание, но это больше уже в отдельных случаях, если у нас добровольное медицинское страхование, да, то есть когда у нас сотрудники сами какую-то часть полюса компенсируют, и тоже автоматом включена уже всегда удержание по исполнителям, но это отдельный документ. Иногда его делают расчетчики, иногда кадры, причем кадры крайне редко, да, вводят исполнительные листы. Чаще всего это делают расчетчики. Управленческий учет, эта галка и, в принципе, этот раздел есть только в версии корп, в базовой и второй версии профики мытой галки нет вообще изначально. Итак, мы включили эти документы, если не включили, да, то мы просто проверили, что они у нас присутствуют, потому что бывали случаи, да, когда случайно снимали галки. Далее, если здесь у нас чего-то не хватает, да, мы, например, не видим какой-то документ или неудобно работать, я уже показывала в одном из видео, что у нас есть возможность донастроить через настройки здесь шестереночку и настройка навигации. Может быть такое, что вы включили какой-то документ, да, включили, но у вас он здесь не отобразился, хотя вы его включили, вы точно уверены, поставили галку, нажали применить. Первый вариант – это перезайти в систему, второй вариант, возможно, просто он не выведен еще на панель навигации, то есть вы не видите его просто здесь внешне, то есть он включен, он работает, но вы просто его еще не видите. Все документы у нас включились, у нас все хорошо, приступаем к видам, да, какие у нас бывают документы отсутствия, чем вообще они отличаются и что это может быть. Итак, у нас есть несколько вариантов, как провалиться, да, в отсутствии. Мне очень нравится и очень удобно работать с вариантом все отсутствия. У вас, может быть, отдельно включены отпуска, командировки, отпуска без сохранения. На мой взгляд, это забивает интерфейс, проще работать через все отсутствия. Опять же, я обычно ищу какие-то ошибки, ищу проблему, да, мне проще главный журнал. Если вам удобнее каждый конкретно, опять же, можете с помощью вот этой настройки, настройка панельной навигации, поставить себе соответствующие журналы, с которыми вы будете работать, с которыми работать удобнее всего. Я покажу через все отсутствия. Также, кстати, можно через все кадровые документы, у меня здесь тоже сейчас не выведено. Итак, у нас через все отсутствия есть возможность, да, посмотреть все документы, которые у нас сейчас включены, с которыми мы можем пользоваться. Больничный лист, командировка, командировка группы, оплата дней ухода за людьми инвалидами, отпуск, отпуск без сохранения оплаты, да, про который я отдельно говорила, что он включен галочкой. Отпуск без сохранения оплаты списком, отпуска сотрудников, просто отсутствие, да, болезнь про голову неявка, и то же самое на список сотрудников, отсутствие с сохранением оплаты и сохранением оплаты там списком. Итак, у нас начнем с документа отпуска, такой самый сейчас горящий и важный документ на фоне лета. Допустим, откроем документ отпуска, точнее, создадим документ отпуска, да, его откроем. Немножко подвисает. Итак, у нас месяц автоматически становится, это наш месяц, да, в котором мы сейчас находимся, июня, выбираем нашу организацию, тестовую, выбираем нашего сотрудника. Можно начинать писать фамилии, я выберу через просто всех. Задается период, на сколько дней человек идет в отпуск. Есть сотрудники, маленький лайфхаб, да, которые прошаренные, и которые специально берут у нас отпуск на такое количество дней, которое у нас только будет, потому что выходные так выходные. Таким образом, сохраняют в себе, да, больше дней к отпуску остатка. То есть, например, взять на две недели отпуск можно, да, 14 дней неразрывно, да, можно взять 5 дней и 5 дней, то есть будет два документа отпуска. По закону это не является нарушением, и сотрудник ничего не нарушает, он имеет право брать как угодно. В законе лишь рекомендуется продолжительный, да, в Трудовом кодексе у нас, рекомендуется у нас, да, 14 дней непрерывного отдыха. В принципе, он пошел на 14 дней непрерывного отдыха. Просто он себе вот за эти две недели сэкономил еще 4 дня отпуска, который он, да, сохранил себе, да, того, чтобы взять в следующий раз еще 4 дня. Для сотрудников, для которых важно больше денежки получить, да, чаще всего берется плюс выходные. Для таких прошаренных сотрудников может даже дойти до того, что они делают два документа отпуска, да, подряд. С 5 по 9, там, с 12 по 16. Как пример. У нас сотрудник идет в отпуск, например, там, с 19 по, к примеру, там, 23 на 5 дней. Вот такой у нас там прошаренный сотрудник два дня себе сохраняет. Когда мы выбираем период отпуска, у нас автоматически подтягивается за период работы, с которого по, с какого по какой у нас сотрудник заработал эти дни отпуска. При этом, обращаю ваше внимание, что вот этот период раньше не считался корректно автоматически. Сейчас все подтягивается уже как года два, все хорошо. И здесь один из нас делал огромную доработку. Но в любом случае, на момент переноса из любой другой программы, в которой вы работали и вели отпуск до этого, всегда рекомендую проверить. Главное, данный на начало эксплуатации. В одном из видео я уже об этом говорила, но проговорю еще раз, да, например. И у нас есть начальная штатная расстановка. Этот документ всегда создается при переносе из одной системы данную в другую. И вот здесь всегда есть отпуск. Сейчас я выберу любого сотрудника по организации. Только для того, чтобы вам продемонстрировать. Это не нужно воспроизводить на рабочей базе. Я просто показываю, что у нас происходит на момент наш с вами, да, когда запускается программа, где может быть ошибка. Если кадровик у нас такой прошаренный, который умеет великолепно проверить программу, просчитав дни, если необходимо будет, да, будет в дальнейшем отдельное видео, в котором мы будем учиться именно считать дни, не доверяя программе, да, когда мы ее научимся перепроверять. Причем делать это можно очень в легкую, да, понимая всю эту методику. В интернете есть описание методики. Местами она слишком сильно закручена. Но на примерах просто будет намного проще понять, как, что считается. Итак, когда у нас происходит любая сдача системы, да, перенос из любой другой системы, из 2, 5, из УПП, вот здесь всегда есть введенные данные в отпусках. Выглядит это вот таким образом. Это сколько права на отпуск, да, у нас у человека есть. То есть то же самое, что у нас вот здесь в приемах. Сейчас мы пройдем на этот документ. На одном из видео мы уже смотрели, да, прием. Вот здесь, да, право на отпуск, вот эта часть, да, основной отпуск, например, у нас изначально есть к этой должности, да, мы прикреплены к бухгалтеру расчета заработной платы. Откуда это берется? Это берется из начальной штатной расстановки. Если есть за интенсивный труд или за нормированный рабочий день, да, опять же, можно прикрепить к штатке, когда вы уже ведете в системе штатку, а может быть прикреплено и из другой системы, в которую вы до этого ввели учет зарплатный, да, и в которой вот у вас вот такой вот документ есть. Итак, вид ежегодного отпуска основной. Например, да, остаток этих дней, вот здесь, мы не можем не так писать. Отмена. Он только ищет, я нажала Ctrl. Весь остаток вводится вот в этой части экрана и перепроверяется. Здесь же указаны рабочие периоды, за которые вот или иной сотрудник заработал себе отпуск. Период при указании первой даты автоматически рассчитывается год. И остаток дней, например, 3 дня основной с 1.06.2021, например, там 10 дней, 19 дней, 19 дней. И при нажатии О у нас также точно, вот он ругается на тему того, что период должен захватывать предыдущие. Итак, у нас должно быть следующее, да, сделано. Опять же, на дату, на 30.06, то есть оно должно быть введено все по... И так, вот эти данные об отпуске, они ведутся на момент, как вы получили программу. Аналогично, если здесь были бы любые дополнительные отпуска, да, которые введены, вот так же точно мы их выбрали. Дни отсутствия здесь уходятся именно, проваливаясь вот в эту вот крайнюю ячейку. То есть остаток дней отпуска, он собирается из нижней части по всем видам отпусков и периода, а дни отсутствия именно вписывается вот здесь самостоятельно, то есть помимо щелчков. Если мы доверяем системе, вот, да, в нашей системе тестовой нет изначально никаких данных на начало эксплуатации, или, например, у нас все выверено, или пока некогда заниматься, да, у нас перепроверка системы. Мы изначально верим в системе, что этот период отпуска абсолютно верный и подставляется он автоматически в зависимости от того, от конца, скажем так, от последнего, от самой дальней даты до нынешних дней. То есть в первую очередь будет использоваться, да, как можно старые, не отгуленные количество там отпусков, старые дни, старые года, и потихонечку расходоваться именно старые, закрываться, да, и появляются там новые, нарабатываются. Поэтому здесь стоит именно 10-11 год, опять же, база тестовая. Сотрудника, конечно, никто в отпуск не отправлял столько раз, поэтому у него докопились дни на сегодняшний день, да, там, на июнь 23-го года. А почему происходит автоматический расчет? Потому что у меня также включена настройка, да, когда вот эта кнопочка у нас сгорается и пересчитывает автоматически. В больших компаниях она выключается специально, потому что это подтормаживает систему, и расчетчик уже сам перепроверяет. Кадровик видит только... Сейчас покажу. Прошу прощения. Там все запутываю. Да. Кадровик видит только вот эту часть системы, да, вот только вот эту часть, до слова основания заканчивая, да, этим словом основания. Расчетчик видит именно нижнюю часть. Все, что касаемо расчетки. Аналогично у кадровика есть только основной отпуск дополнительный. Отпускают укладку дополнительную, расчетчику появляются еще начислены подробно. Я здесь под соединским системным администратором, поэтому стандартная учетка от Одинесса, поэтому у меня сразу, да, вот есть права на все. Итак, на первой вкладке мы с вами все поставили. Мы также можем, если ведется система в компании, что у нас есть замещение, да, на период отсутствия человека, то тогда мы ставим галку освободить ставку на период отсутствия. Если не ведется и считается по умолчанию, что у нас сотрудники, коллеги, бесплатно... Сейчас отключу коллегу. Отключила. Что сотрудники у нас бесплатно работают за отсутствующего коллегу. У меня дебит работы. Что в большинстве коммерческих компаний происходит, да, это неоплачиваемый момент. То галочку эту ставить бесполезно, поэтому я рекомендую просто все лишнее не ставить дополнительно, просто потому что, если мы это не используем, не использовать это и в текущей деятельности. Если мы это используем, используем постоянно, значит, расставляем всегда и везде. Что значит учитывать МРОД по оплате по среднему заработку? В некоторых моментах есть в системе подсказки вот такие вопросики, на которые вы нажимаете левой кнопкой мыши, и в системе есть уже заранее готовая подсказочка для вас, да, что если среднемесячный заработок меньше МРОД, то при расчете зачислений будет использоваться МРОД вместо рассчитанного заработка. О чем, в принципе, идет речь? Речь о том, что если у нас сотрудник захотел пойти в отпуск, и у него нет там определенного заработка для того, чтобы этот отпуск, ну, например, первый день пришел в компанию, решил тут же уйти в отпуск, да, у него, соответственно, дней еще не накопилось, то будет учитываться МРОД по среднему заработку. Опять же, это на усмотрение компании. Вот наша желтенькая кнопочка, да, загорелась после каждого изменения этих настроек. На усмотрение компании, как изначально устроена политика по оплате труда, и как изначально в компании есть приказы, да, что у нас вообще входит, входит, какие у нас есть начисления. Рассчитывать зарплату или нет? Если сотрудник, например, у нас уходит до конца месяца, или, например, в переходящий период, да, с конца месяца, затрагивая перед следующим месяцем. Например, было бы, что сотрудник уходит у нас с, например, 26-го, да, июня по 7-е. Можете использовать, и сейчас эта галка работает, до этого, за год до этого, бывает ситуация, что были проблемы с расчетами, не совсем корректно садился НДФЛ в случае, да, когда у нас зарплата там пересчитывалась у данного сотрудника. Сейчас все работает, можно использовать очень удобно. Опять же, в зависимости здесь уже только от расчетчика. Если расчетчик хочет начислять, да, этим документом он начислит. Если нет, то нет. Но обычно расчетчики в процентах 70 рассчитывают зарплату всегда все равно отдельно документом начисления заработной платы, потому что намного проще вывериться по людям. Они уже знают, да, там всех по имену, сколько у них должно быть человек, почему именно так, когда какой-то человечек у них прокадает, зрительно даже, да, это вызывает у них беспокойство. Они начинают проверять, все ли в порядке, все ли сделано хорошо. И для себя же чаще всего они это все делают именно начислением зарплаты. Ну, плюс еще помню, да, у нас ситуации, когда не совсем корректно срабатывала галка, вот это происходило начисление БФЛа, исчисление, да, в СНБФЛа. И коллеги по привычке уже, да, просто потому что привыкли, снимают эту галку. Итак, у нас есть, да, расчет заработка, что у нас там произошло у коллеги по, например, 16-го, там у нас ничего не полагается. Полагается. У нас сотрудник формирования системы недоотработал у нас, да, не было у него начислений на счет наших отпускных, поэтому он пообнуляет все. Это тестовый пример. В реальности такие случаи бывают крайне редко, чтобы у нас, да, были нулевые начисления, и человека отпустили, поплачивая ему отпуск за счет компании. Чаще всего отправляются в отпуск за свой счет. Поэтому в данном случае мы оставим эту галочку, просто для того, чтобы проверить, да, что у нас вот есть еще дополнительные вкладки, как что начисляется. Если у нас сотрудник имеет право на дополнительные отпуска, что это значит? У нас сотрудник, например, может получать дополнительный отпуск, тогда мы переходим в вкладочку, или, например, пойти только не по основному, по дополнительному, или и по основному, и потом на оставшиеся дни взять еще кусочек дополнительного. Тогда мы переходим на вкладку дополнительные отпуска, и дополнительные все виды за ЧС, ненормированный день, за какие-то еще трудовые заслуги, он всегда вносится, все виды дополнительных отпусков только на этой вкладке вносится. Основной отпуск всегда на отдельный. Дополнительные все будут здесь перечислены. Даже если у сотрудника там три вида отпусков, там еще и ребенок инвалид, то есть вообще все одновременно, то все это происходит здесь. Что у нас может быть? Добавить. И выбирается тот вид отпуска, который у нас уже введен в системе. Обратите внимание, что мы также можем, вот за интенсивность, это новый отпуск, который внесен отдельно ручками, а вот эти вот с кругляшочком, это стандартные 1С. Что может быть еще? У нас может быть дополнительные учебные без оплаты, потому что у нас в настройках учебные, насколько я помню, был выключен, включен. Давайте сейчас посмотрим. Учебный выключен. Так. По отдельным документам, поэтому именно оплачиваемый. Поэтому у нас идет без оплаты. За интенсивный труд ответственность, дополнительно внесенный отпуск. Опять типовой, без оплаты, в соответствии с частью 1, в соответствии с частью 2. И самокурно-курортное лечение. Опять же, бывает крайне редко. Это обычно там на заводах, каких-то, да, используется. Опять же, по нормативам по оплате труда. Эта галочка, она показывает недействительные виды отпуска. Это те, которые, например, у нас были в системе, но потом перестали использоваться. Эта галочка по умолчанию выключена, и вам она тоже особо не нужна. Потому что, опять же, начисление идет по действующим видам начисления. Также точно у нас здесь есть возможность указать дни отпуска, период, сколько дней компенсация, рабочий год и основания. Можем выбрать для примера, например, за интенсивность. Количество дней. Автоматически продлился период отпуска. К основному, вот к этой конечной дате, прибавляется два дня. У нас получается, что 24-е, 25-е. И проставляется рабочий год. За какой год у нас такой отпуск появился. Основание, но обычно мы здесь ничего не пишем. Начисление и все остальное рассчитывается автоматом. Плотые кнопки расчетчик обычно проверяет, делает свои расчеты. Мы это сохраним до следующего вебинара для расчетчика, чтобы уже проверить эти начисления, взять средние и так далее. На вкладке дополнительно можно выбрать полуточный счет субкунта, но вообще это как дополнение в случае, если у нас как-то именно конкретно вот этот вид отпуска на вот этого человека отличается от основного учета. Бывают такие ситуации, что там сотрудник какой-нибудь научный деятель, да, и есть субсидии от города, есть субсидии от президента, какие-то награды, да, которые даются государством, да, какими-то органами, которые требуют такого же ведения учета, что деньги четко пришли, да, по определенному счету. Соответственно, они должны быть списаны по определенному счету. Вот только в таких случаях, да, мы заполняем здесь отдельно бухгалтерский учет. Опять же, это заполняет у нас расчетчик. Мы как подробить, да, к этому не имеем отношения. Комментарий полистандартный и кто завел. Если у нас были бы замещения, то отсюда, например, было бы удобнее, да, по ссылочке ввести замещение, да, или совмещение должностей на другого человека. Печать документа, да, приказа о предоставлении отпуска, так, проходит отсюда. Остальное это у нас у расчетчика, записка расчета, средний заработок и так далее. Отпуск с сохранением оплаты. Там же точно мы рассмотрели, да, что у нас есть возможность выбрать в документе отпуск. Также точно мы можем создать отдельный документ, да, с сохранением, отсутствием с сохранением оплаты. Чем отличается этот прекрасный документ с списком от не списком? Когда у нас огромная компания, огромный завод, численность штата более 500 человек, у нас в одно и то же время резко идет огромное количество людей в отпуск, и существуют отдельные системы согласования кадровой службы, отдельные системы согласования бюджета у расчетчиков, на каждую статью, да, фактически, то тогда удобнее использовать, конечно, списком, когда много людей идет. Если у нас небольшая компания, до 100 человек, то, в принципе, все равно создается на каждого человека отдельный документ. Здесь я особо разницы не вижу. Разница только в том, что вот здесь обычно дописывается, по какому приказу, да, то или иное действие у нас произошло. И также точно на каждого человека заводится отдельный документ. И выбираются даты начала, даты окончания, и идет уже все равно распечатка у нас. Давайте сделаем так. Попечатать сотрудникам и перевыберем сотрудника. Сейчас-то это отсутствие по невыясненной причине или автоматом. Например, у нас там на заводе там в смену не вышло определенное количество людей, да. Удобнее сделать там сразу разом отсутствие по невыясненной причине на несколько человек. Если у нас отпуск, например, да, отпуск с сохранением оплаты там с списком, также точно мы выбираем организацию, вид времени, это все-таки что у нас, да, произошло, там, что-то было рабочее, например, время. на сотрудник потерял выбирать. И выбирается период, да, если у нас там большой завод, да, у нас это все в один день, например. и далее, когда мы записываем данный документ, у нас появляется вот такая вот ссылочка. Сейчас у нас появляется возможность распечатать, во-первых, приказы сразу общие и по ссылочке вот здесь оформить отсутствие. Сейчас эта ссылочка у меня не работает. тестовая база в рабочей базе всегда срабатывает. Сейчас еще, скорее всего, а, я потому что еще не выбрала количество дней. Вот так взяла. Не выбрала период кончания. Итак, ссылочка у нас. Так, ура, доступно. И все равно создается на каждого сотрудника отдельно, да, у нас документ отсутствия сохранения оплаты. То есть у нас будет сотрудник отдельно на Волково, да, отдельно у нас будет, когда мы здесь перейдем на Громово, отдельно на Волково. Сейчас просто запишем с вами. Сейчас ничего с вами начисления. Начисление. Да. У нас ничего нет. Это создавать пока не буду. Сделаем учитывать, МРОД. У нас нет отдельного начисления, по которому, да, мы могли бы отправить сотрудника в оплачиваемый отпуск, опять же, постестовая. И сотрудникам я не проводила здесь заработную плату за 2003 год, за 2003 год. Поэтому он пишет, что у нас нет данных, да, для среднего заработка. 22-й тоже. Поэтому просится отдельное начисление, по которому мы будем выплачивать нашему сотруднику доход. Так вот у нас, типа, отпускной. Пока не будем это делать. А почему здесь изменилось, да, отсутствие учтено, а здесь остается оформить отсутствие? Потому что у нас сотруднику Волкова, хоть и членовик, хоть и недооформленный, да, но мы прошли по вот этой гиперссылочке, и мы сделали документы, да. На других сотрудниках мы документы не оформили, то есть мы не проходили по этой ссылке, мы не нажимали оформить документ, даже его не сохраняли. Чем удобно, да, опять же, уже повторюсь, что это делается для случаев, когда у нас огромная компания, и одновременно все, например, 5 человек, например, в одном отделе, или просто тысяч человек по компании, тысяч человек с подразделения, примерно там в одно время идут в отпуск. Обычно собираются данные за неделю, да, вот, например, там планируют люди уйти там в отпуск с к примеру 26-го, да, и вот, например, мы 16-го уже на крайняк собираем всех, кто собирается уйти из 26-го по 2-го и делаем заранее этот кадровый документ. В остальных случаях все равно всегда по гиперссылочке нажимается и создается отдельный документ в отпуск и отсутствие сохранения оплаты. очень удобный документ отсутствия болезни прогулы вектора у нас много, да, сотрудников не вышло на работу одним документом. Опять же, когда у нас есть приказы, когда у нас есть жесткий учет времени в компаниях и когда у нас есть нормативы по оплате труда, по увольнению, в том числе, за прогулы, да, потому что большинство компаний стараются все-таки не связываться с увольнением за прогулы и чаще договариваться с сотрудником об уходе по собственному желанию. Если бы это все прям жестко велось, то, конечно, этот документ бы намного чаще использовался, но в нашем случае с вами что мы делаем? Покажу на примере уже одного человека, а не общего документа. отсутствия болезни вверх. Например, у нас в июне по организации PRONS день в день мы вносим. Иногда забывают отрабатывать день в день. Обращайте внимание, чтобы дата вот этого была равна дате начала. Почему? Потому что когда у нас есть проверки от трудовой инспекции, и трудовая инспекция всегда смотрит на дату, которая идет в печатной форме, дата, когда вы отработали. Если вы задним числом отрабатываете документы, явно ничем хорошим это не закончится. Поэтому дата всегда раньше, которая идет в печатную форму, просто сверху, когда внесено, или равна дате начала. Например, с отпуском, конечно, должна быть раньше, чтобы человек хорошо все согласования получил, деньги вовремя и расчетчики успели сделать расчет. Но как бы вы не старались, если вы занесли в последний момент документ, опять же, для сотрудников кадровой службы, расчетчик его вниз, когда вы его внесли, то, что вы будете говорить, что внесла мова заранее, например, так же точно поднимаются журналы, смотрятся. То есть внутри компании, если где-то пропокапили дату, то в этом лучше честно сказать расчетчику. Какой бы он хороший, плохой не был, это уже отдельно. От этого зависит у него учет, от этого у него зависят налоги, в том числе его работа, что он должен перепроверить все начисления, вовремя человеку отправить отпуск, чтобы не было потом штрафов, у нас и проблем в компании. Для внешних компаний, конечно, мы эту дату всегда подбиваем либо раньше, либо равна дате начала документа, причем почти всех кадровых. Мы делаем с вами такой документ на ежедневной основе, когда сотрудник не вышел, как полагается по трудовому кодексу. Если мы знаем, к примеру, нам сотрудник позвонил и сказал, что вы знаете Марья Ивановна, я болею, я заболела, у меня больничные открыли сегодня и до конца недели я точно не появлюсь у меня больничные до конца недели. Тогда мы можем с вами зайти на 16 и понимаем, что на 23 у него уже больничный на руках. Чтобы не делать каждый день документ, мы можем в этом случае сделать отсутствие по невыясненной причине до отсутствия болезни до 23 числа. В идеале нам бы еще сразу же получить с него номер электронного лисканетодоспособности. Когда у нас нет данного лисканетодоспособности, никогда еще были печатные лисканетодоспособности, были случаи, когда у нас кадры верили, или расчетчик верил, что человек больничный и ставил, например, не отсутствие по невыясненной причине, а болезнь больничная еще не закрыт. 1С специально в дальнейшем даже сделала подсказочку, в каких случаях это ставится, потому что эта галочка не заменяет введение больничного листа. Это просто вид учета времени и то, что будет проставляться в печатную форму табеля. Мы эту галочку можем поставить с вами только в случае, если у нас уже есть какой-то номер больничного листка, уже заведен больничный в системе и у человека например он продолжается. Вот больничный не закрыт. Человек тяжело заболел например у него месяц больничный мы понимаем что со сломанной чашечкой коленной выломанной коленным суставом он у нас не подбежит завтра уже на работу. Это долгое и тяжелое восстановление будет. Это минимум больничный будет на два месяца. Например в Петербурге у нас самая распространенная болезнь за отсутствие солнца в возрасте людей после уже 45 это проблемы с костями и вылетает изобедренный сустав при падении. Стандартно в Москве есть тоже свои проблемы с опорно-двигательным аппаратом например есть проблемы с водой по другому кости страдают. то есть и мы понимаем что больничный в этой ситуации он уже у нас есть больничный лист он уже принесен или нам дан номер этого больничного листа и тогда мы ставим что это болезнь что мы знаем что человек на больничном наслово человеку что человек да я болею с утра. Да мы не знаем, болеет он или нет. Болеет он потому, что он вчера отправился алкоголем или печенькой овсяной или потому, что он нам просто сейчас врет. Всегда рекомендуется ставить отсутствие по невыясненной причине. Болезнь на больничной еще не закрыт. Одина специально сделала нам по вопросительному знаку подсказочку и даже добавила этот комментарий. Когда-то здесь не было этого комментария. Там еще лет пять назад, четыре года назад. Это уже появилось сильно позже. Именно потому, что были уже спорные ситуации и были уже даже судебные услышания, когда не являлось основанием табелирования у нас по трудовой инспекции больничного. На самом деле сотрудник у нас не был на больничном. Он у нас просто ехал в другую страну или просто решил уйти с компании, но не забрал документы и никому об этом ничего не сказал. Безответственный сотрудник. Поэтому всегда рекомендуется ставить отсутствие по невыясненной причине. Прогул, опять же, это на заводах. Раньше жестко это все велось в советские времена. Сейчас это осталось как фраза прогул. Но на самом деле также точно даже на больших заводах всегда ставится отсутствие по невыясненной причине. При этом, если сотрудник у нас не явился на первой неделе, когда мы ежедневно его таблируем день в день, на вторую неделю день в день, на третьей неделе уже ставится понедельно. Вот, например, там даты срок на неделю с 12 по 16, что у нас не является, например, с 17 по 18, то есть полную неделю у нас не является. И далее уже потом через суд, через увольнение идет уже другой процесс. Но рекомендуется всегда ставить отсутствие по невыясненной причине. Опять же, при расчете начисления всегда автоматически подтягивается здесь самостоятельно отсутствие по невыясненной причине. И если необходим какой-то комментарий, мы дописываем. Например, комментарий дописывали в случае, когда граждане других стран работали в России и уезжали обратно к себе, не предупредив, просто не забирая документы, ничего, разворачивались, уезжали там, работали в Питере, в Москве месяц, уезжали в свою страну, приезжали в свой город, приезжали опять через пару месяцев, когда нужны были деньги. Опять пытались восстановиться на работе. Вот в этих случаях комментарий умеет, что человек прогуливает или там пропал без вести, такое тоже бывало. Что еще здесь делается? На самом деле, больше ничего не нужно. Создается либо больничное, либо совмещение, так как человека нет. Но опять же, если мы ведем очень жесткую штатку с изменением штатного расписания, с компенсацией за время отсутствия сотрудника, за время исполнения его обязанностей, другим сотрудникам, мы ведем за это начисления какие-то, тогда это нужно ставить, эту галочку обязательно. Если, чтобы у нас потом не прыгала штатка, не было опять красным, документ там не подбирал, там у нас прекрасным треугольничком по сотруднику. Если мы это не уведем, то можно не ставить. В принципе, больше ничего не нужно. Так, отсутствие мы рассмотрели, неявка, больничный лист, командировка. Неявку мы рассмотрели, это отсутствие болезни, прогул неявка. У нас еще остались с вами командировка и больничный лист. Сейчас плавненько перейдем к больничному листу, да, можно перейти отдельно в больничный, можно создать здесь же. Больничный лист мы создадим на полный другого сотрудника. Блата. Вот, например, у нас заболел генеральный директор. Номер листка. Если у нас подключен электронный документ оборот с ФСС, у нас есть сертификаты в Одинайске, мы нажимаем, мы здесь ничего не вносим, да, у нас это поле пустое, нажимаем кнопку получить из ФСС и получаем номер, который автоматически проставляется в Одинайске. По фамилии данного сотрудника, да, и дергает по снису данного сотрудника. данные, вот эти все будут заполнены из того листка методоспособности, который у нас подтянется. Если у нас больничный лист не закрыт, то мы понимаем, что мы должны соответственно ввести все данные руками, как вот было у нас в те времена, когда у нас были там печатные расчетные листки. причины методоспособности сейчас проставляются автоматом. Опять же, мы, например, ставим руками заболевание. Если нужно, заполняем, если нет, то нет. Были в моей практике случаи, когда у нас сотрудник на закрытие больничного не явился и было нарушение режима пребывания на больничном листке. То есть сотрудник на больничном, запил в крови и нарушил вот тот режим. Это была неуважительная причина. Это отдельно у нас уносится и есть отдельно вот такие вот вкладочки еще. Опять же, если у нас было нарушение режима, расставляется обычным врачом, терапевтом, с какого терапевт, терапевт, тот, кто наблюдает, с какого числа было нарушение режима. И тогда идет чуть-чуть по другому оплату на больничном листах. Далее, все вот эти вычисления мы с вами не видим, потому что у нас тоже так же заканчивается после фразы условия учисления. Наша видимость как кадровика. Оплата дней стажа мы смотрим, опять же, подтягивается из карточки сотрудника вот эти данные. То есть, сколько у нас сотрудник проработал на момент переноса из какой-либо системы или на момент приема сотрудника мы заполняем отдельное. Давайте перейду, покажу. Мы заполняем отдельно данные. В карточке физлица мы заполняем страхование. Здесь предоставляется инвалидность и инвалидность. Автоматом предоставляются граждане РАФ, если это граждане РАФ. И там же точно мы заполняем с вами трудовую деятельность, где мы включаем наш стаж, если есть награды и прошли места работы. Раньше это переписывали в Одиннесс, сейчас это уже очень мало кто делает. Только у гостиков чаще всего переписываются абсолютно все-все-все. и чаще всего в гостике это медработники например или там учителя награды если есть тоже переписываются. Опять же обычно вводится просто общий стаж при приеме сотрудников работы. По кнопочке нажмите чтобы заполнить. Делается итогов трудовой книжки. Никаких расписаний по каждому месту работы. Так, чтобы этот стаж автоматически заполнился. Если бы мы здесь все перекисывали с вами. Здесь было много-много-много вкладочек где у нас организация должность. Это организация обязательная должность по-моему необязательное поле. И вот этот третий стаж суммируется и попадает в зависимости от того что у нас обычно попадает в общий стаж. Общий стаж и стаж для вычисления больничного листа. Это больничный листок в поле. Итак, если у нас здесь ничего не заполнено, то, конечно, у нас вот здесь будет самый минимальный процент оплаты. Если мы вовремя заполнили все данные из по трудовой деятельности, то у нас здесь автоматически проставится 60, 80 или 100%. Конечно, если человек работает уже более 10 лет, в любом случае уже 100% стаж и 100% будет оплата. Опять же, это можно разово поменять вот здесь, но это неправильно, потому что вот это наше изменение, это разовое изменение, оно работает только на этот конкретный документ, на этот конкретный больничный лист. Например, закрыли у него больничный лист, в одной организации, там в больнице, где делали операцию, открыли больничный лист уже в поликлинике, там, где он проходит реабилитацию, например, наблюдение у врача, там еще полгода еще наблюдение у врача. Вы же не будете каждый раз ручками заходить, каждый раз помнить, что вот у этого Васи Пупкина я не внесла, нужно проще уже найти карточку и внести стаж, чтобы он подтягивался автоматом, чем там 10 раз заходить, да, и здесь менять на конкретный каждый документ. Где-то да забудете. Начисление подробно это джунал для расчетчиков, потому что у нас сотрудник не внесен стаж, не сделан никаких дополнительных настроек по образованию, по семье, по всему остальному. мы это еще с вами не проходили, не смотрели, поэтому я ручками изменила, что 100%, у нас прошел пересчет и на сотруднику должно быть побольше денежки. Опять же, сохраним это для следующего видео, где будем разговаривать с расчетчиками, что произошло, как мы что считали. И последний документ на сегодня это у нас командировки. Командировки также точно можно запустить отдельно из кадров или из зарплаты, в зависимости от того, кто вносит командировки из компании. Также точно мы можем внести через общий журнал все отсутствия, хотя называется у нас все отсутствия. Открывается у нас от пуска командировки другие отсутствия. Есть такой В1С, не всегда у нас, как на примере должности, у нас при приеме на работу именно называется поле должности, на самом деле это позиция штатного расписания. Есть такое понятие представление. Представление делается проще для понимания, а, например, уже описание может быть длинным или зайти в какое-то поле, а там окажется совсем другое по ссылке. Это делается для упрощения поиска нужных документов. Когда вы уже нашли нужный документ, вы уже понимаете, что нужно себе сделать. Так подразумевается изначально. Итак, создаем командировку. Есть командировка, есть командировка группы. Аналогичные ситуации с отсутствиями, с сохранениями оплаты, отпуском без оплаты. То же самое. Делается один кадровый документ, общий, да, и потом на каждом нажимается по ссылочке, как вы уже видели, когда у нас здесь списком было. Это если командировка группы. Командировка группы удобна, когда у нас несколько человек в командировку и в идеале даже еще в одно и то же место. Например, у нас три одинайсника в компании едут на конференцию за счет компании, да, едут на конференцию 1С. Они все едут в одни и те же даты, в один и тот же слойку, одинаковое все будет, да, и проще одним приказом донести. Когда у нас один человек куда-то едет, то заносится обычно отдельным документом. При том, что мы заносим, еще раз повторю, в ходе командировку группы, мы все равно прощелкиваем, да, что оформим документ и потом все равно на каждого всегда делается отдельный расчетный документ. Модировка группы для облегчения работы на больших компаниях, заводах, опять же, когда у нас одновременно что-то происходит в нескольких группах. Например, на два дня рассмотрим самый простой способ, да, у нас сотрудник например на два дня, есть какую-то там выставку, еще что-то, можно посмотреть вид времени автоматически проставляться только командировка, да, можно ничего не выбирать. Так что у нас так, это командировка будет. Далее, учитывать МРОД у нас автоматический этап, потому что у нас не начислена зарплата и в противном случае у нас будет по нолям. Освободить ставку на период отсутствия про это мы уже говорили несколько раз сегодня, что это в большинстве компаний не используется, только если ведется реально очень хорошо штатное расписание, компания огромная и есть оплата за замещение отсутствующего сотрудника. В остальных случаях не вижу смысла использования. Далее, начисленное, это у нас уже опять же рабочий момент, стаж, ППР, если что-то у нас менялось, там сотрудник поехал на север, в этом случае это используется. В остальных случаях мы сюда даже не заходим. И дополнительно то же самое, бухгалтерский учет, только если это вот те самые случаи, как я проводила, например, с наградами какими-то и достаточно необычными ситуациями, когда у нас есть по четкой статье на одного единственного сотрудника пришли какие-то определенные деньги, только по этой статье он должен поехать, например, государство, вот это сама компания 1С, в другой компании в нашей подрлайне оплатила, выбрала и по гранту выбрала наших 1С-ников и, например, меня для того, чтобы я приехала в конференцию и выступала в 5-1С, тогда эти деньги они проходили бы, например, в отдельной какой-то статье, и мы бы это здесь прописали. Данные для печати, куда едет человек, в идеале это можно внести все сюда, нежелательно это внести все сюда, чтобы потом отсюда опять же распечатать и служебное задание, и командировочное удостоверение. это уже делает чаще всего кадровик, потому что он знает страна, город, опять же, все создается, организации едет, за счет каких средств он едет, можно попробовать за счет средств любые, это я развернула просто на весь экран. основание какого-нибудь будет приказ, там приказ, выиграю грант, чаще всего приказ, сотрудник направляется в командировку, это делается приказ, и цель командировки прописывается так же точно поучаствовать в выставке. Более подробно каждый документ с расчетом, если необходимо, будет, и как что насчитывается и так далее. Мы можем разобрать, но сейчас я специально на следующих видео сделала отдельные вебинары для кадровиков, где несколько документов используются, такие самые популярные, и отдельно мы посмотрим с расчетчиками, что, как используется. В дальнейшем в следующих видео, в следующем, в июле, в августе, я разберу каждый документ подробно, как мы что прописываем, что мы смотрим, каждую печатную форму, как, что, куда тянется, на данном этапе мы поговорили в общем, то есть, как нужно быстро втянутся в работу, быстро создать документы, для чего, какие галки есть, для чего, какие настройки у нас изначально были сделаны, если нам какого-то документа не хватало, то мы, например, могли бы довключить его в системе, но не выключить. и так, на сегодня мы обсудили вот эти виды отсутствия, которые у нас, в принципе, бывают, где у нас еще расхранятся настройки по документам отсутствий, посмотрели отпуск, отпуск, сохранение оплаты, бегло, поговорили подробно о видах неявок, неявок, а говорили о больничных и бегло, посмотрели в командировку. На сегодня это все, коллеги. Спасибо огромное за внимание. Смотрите наши следующие вебинары. Рассылка по вебинарам всегда идет заранее до вебинара. Также точно все видео у нас публикуются на нашем канале на ютубе. Ссылочку сейчас отправлю в чат. Все видео на следующие сутки или обычно через день, через два, если это выходной день, то через два дня на понедельник, например, уже будут выложены на канале и можно уже будет с ними ознакомиться, где вы можете отмотать какой-то кусочек и уже самостоятельно пролистать то, о чем мы говорили на данном вебинаре. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то дополнительные вопросы, предложения, вы можете обратиться к нам на почту 1ссобачка кодерлайнком. С вами была я, Кривенкова Наталья. До следующих встреч!